Все дети хотят в семью, потому что это основная потребность человека быть кому-то нужным. Сегодня в России выстроилась самая настоящая очередь из приемных родителей, которые хотят взять в семью маленького и здорового ребенка. Но дело в том, что таких в детских домах очень мало. Сейчас в Башкирии около тысячи детей в сиротских учреждениях, и в детских домах наших около 90% детей это дети старше 12 лет. У нас постоянно идет школа приемных родителей. И они могут год, два, три ждать ребенка в очереди. До 16 лет детский дом полностью содержит подростков. После этого они, как правило, отправляются в колледжи, где ими никто не занимается. Так дети и пропадают с радаров социальных служб. В таком случае ребенок 15-16 лет оказывается один на один в колледже, в общежитии, с детьми из других не очень благополучных семей. И в этом смысле семья для такого ребенка-подростка была бы просто спасением. Сейчас, к сожалению, процент социализации детей из детских домов, я думаю, что вы тоже об этом слышали, очень невысокий. В 2006 году, когда мы начали этот проект, мы просто взяли списки детей из детских домов, из девятого, из первого, кто у нас выпустился, и прошлись по тем учебным заведениям, куда они по документам поступили. 60% этих детей мы не нашли никогда, вообще нигде. Каждого из нас формирует окружающее общество. Особенно это касается подростков. Поэтому им гораздо важнее иметь рядом, если не полноценную семью, то хотя бы близкого друга. Такими как раз и могут стать наставники. Есть разные формы помощи детям в детских домах. Это наставничество, например, в Уфе, в Башкирии занимается этим проектом фонд «Наши дети». Можно пройти туда, пройти обучение, стать наставником ребенка из детского дома, потратить этому 3-4 часа в неделю. Наставник – это взрослый друг, который готов с тобой погулять, какие-то интересы твои разделить. Например, у ребят есть, они любят играть в футбол, да, наставник тоже играет с ними в футбол, да, или они вместе ходят. Он может как старший друг посоветовать, куда лучше поступить. Психологи признаются, что детям в приютах приходится через многое пройти, что оставляет на них негативный след. Поэтому очень важно не только найти того, кто будет общаться с таким ребенком, но и примет его непростой характер. Мы отдельно проводим с наставником тоже собеседование, где, например, тоже составляем портрет, узнаем об интересах кандидата в наставнике, уточняем информацию, готовы ли вы общаться, дружить с ребенком, если, например, у него будет ВИЧ, или готовы ли вы общаться, если будет задержка психологического развития и так далее. И уже исходя из потребностей ребенка, мы уже ребенку подбираем наставника. Если у ребенка там холерический темперамент, а ты такой флегматик, который любит долгими вечерами в окошко смотреть, тебе с этим ребенком будет тяжело, ему с тобой будет тяжело. И вот эти моменты, которые важно учитывать, потому что подросток, это все-таки уже достаточно сформированная личность. При этом никто не мешает наставнику со временем стать для сироты настоящим родителем и окончательно забрать его в семью. Но с этого момента, говорит психолог, им придется столкнуться с новыми проблемами трудного возраста. По целям этого возраста он должен как бы начинать сепарацию, процесс вот этого отделения от семьи. А его надо, наоборот, присоединять. И вот в этом сложность, потому что ребенок, с одной стороны, стремится к независимости всего возраста, а с другой стороны, он уже был независим, да, и его надо каким-то образом в семью прирастить, чтобы он стал своим. Вот это, наверное, самое сложное. Это преодолевается открытостью родителей в первую очередь, да, тем, что родители готовы обсуждать все, родители готовы давать посильную свободу ребенку, то, насколько он ее способен унести, да. Если же вы понимаете, что готовы принять в свою семью подростка, то сотрудники фонда «Мархамат» помогут вам к этому подготовиться. Но выбирать себе новую семью ребенок будет самостоятельно. Плюсом, и я считаю, такая особенность нашего проекта, что мы будем по запросу ребенка искать семью. То есть не так, что приходят, например, и выбирают, но здесь будут учитываться, так, во главе угла будут стоять интересы и потребности ребенка. Не так давно фонд выиграл крупный президентский грант. И благодаря этим деньгам приемным родителям и детям будут помогать сотрудники фонда на специальных встречах. Есть возможность получать индивидуальную поддержку от психолога проекта, возможность посещать групповые супервизии, возможность проходить обучение от нашего фонда и также принять участие в клубе приемных родителей «Беседка», где есть такая классная и крутая возможность общаться с такими же приемными родителями, обмениваться опытом, кейсами, лайфхаками делиться и, конечно же, напитываться друг другом. Если вы хотите попробовать себя в роли наставника, то обращайтесь в фонд «Наши дети» по указанному номеру. А чтобы пройти обучение и стать профессиональным приемным родителем, достаточно оставить заявку через Инстаграм фонда «Мархамат». Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok